Так, вот у меня тут такой раскардаш. Покажу вам ванночки вот такие фарфоровые висят. Машина стиральная. Вот эта вот штука. Не защелкивается. Таким образом все выглядит. Зеркало еще не помыла. А вот тут тоже рыбка. Быстро идти. Бок еще не дает. Болит еще до сих пор. Хотя дома в спокойной обстановке боли не было. А вот быстро побежала и болит. Какой-то неудачный. Как-то луна закрывает солнце. Получается затмение. Не знаю, солнце светит. Не видно, чтобы луна закрывала его. Но пошла какая-то полоса. Замок в двери не работает. Машина стиральная сломалась. Тоже замок. Замок в новом плаще-пальто. Или куртка-плащ. То, что я купила. Умела застегнуть. Замок, замок, замок. Что-то непонятное со мной творится. Очень жарко. Или это мне жарко, что я нервничаю. Шумоизоляция у них всех одинаковая. Не считая дешевая. Так, и размер у нее? 40 на 60. Они все одинаковые? Они стандартные? Я чуть-чуть в интернете посмотрю. А вы их не найдете на русском? На русский рынок такие стиральные машинки не поставят. А чье производство? А или на эстонском там можно найти. А чье производство? Польша. Польша, да? Теперь все Польша машины? Верхний загруз, да. А боковая загрузка? Узкий электролюкс Украина. Дорогие еще Италия. А там все, машины делают. Римская сюда порошок. Гель сюда тоже. Для основных стирок. Все ясно. Здесь это если... Смягчитель. Смягчитель. А это вот то, что вы короче. Это что вы используете? Порошок или гель? Здесь нарисовано. То есть гель или порошок. Все ясно. Теперь, значит, закрываем. И если, допустим, я белое белье стираю. Хлопок. Это хлопок. И время выставлять, вы мне говорили вчера здесь, вот, да, по-моему? Оно автоматически, можете его не менять, оно автоматически определит время. Ясно. То есть она взвесит просто белье, там, допустим, она покажет три часа, но перед стиркой она взвешивает первые минут 10-15. И потом она отрегулирует время и будет там, ну, два часа. В зависимости от того, сколько белья вы туда положили. Все ясно. А вот эти две кнопки, это значит... Предварительное замачивание. А это? Это вот это вот. Вот это вот беленькое. Да. Это включить саму машинку. Вот сюда. А вот это предварительное замачивание. Предварительное замачивание. Это я сама должна выставлять? Ну, хлопок, оно, как правило, 1300 оборотов и 60 градусов выставит. Ясно. Ну, или 40. Там сами подрегулируете. А здесь что я... Это время можно вручную сократить, но мы не советуем это делать. Пусть машинка сама лучше время регулирует. Все ясно. И распечатку тогда дадите, вот, все, что здесь. Да, здесь еще будет показано, сколько килограмм можно грузить на этой программе. Ну, это не важно особо. Это просто как подсказка какая-то. Иду в магазин платить за машину. На улице ветер, но захотелось вас поприветствовать. Привет всем. Осенью нарцисса сажала. Вот, расцвели уже. Гиацинт расцвел. Римул желтых много. И фиалочки. Фиалочки расцвели. Патрюшка ходит, маргаритки нюхает. Здесь будет просто ковер из маргариток. Мы очень много сажали. Вон у нас магазин как рядом. Через дорогу. Гулять хочешь, да, Патрюш? Гулять хочешь, зайчик, да? Ждешь, когда тебе приказ отдан, тебя забрать. Патрюшка, приказ есть, тебя забрать. Пойдешь? Здесь я уже выйду. А что ты не хочешь его подарить? На олейку можно выйти. На олейку веди. Скажи, Патрик, я хороший, да? Скажи, что ты хороший. Подевай. Вот видишь как? Вот видишь как? И сразу приказ мне отдается. Подевай. Я вам картошку начистила. Рыбу уже практически поджарила. Подевай. Они спали. Его величество с Патриком, а? Патрюшка, пойдем одеваться. Патрюша, он тебя третирует? Жарю мужу рыбку с луком на ужин. Почистила картошку. Она вот у меня стоит в воде. Постоит так полчаса. Солью, налью свежую. И после этого только ставлю варить. Вон какой радостный бежит. Счастливый. И уговаривать не надо. Странно у тебя будет сегодня ассортимент еды. Маринованные грибы, жареная рыбка. В кляре. В муке с луком. И картошка тушеная. С морковкой, с луком, с чесноком, с приправками. Очень интересно. Очень интересно. Нормальная у меня еда. У меня маленький кусочек рыбки, который не очень пожаренный. Такая вот картошка и огурчик. Огурчик. Сейчас посмотрим. Отзыв. Отзыв хозяина. Самое главное, грибы схватил в первую очередь. Патрик, ты не гавкай, ты уже накормлен. Поэтому даже не пытайся гавкать. Ну, что там у тебя? Вкусно у меня там. Да? Только горячо. Ну, слушай, холодное никак-то не подается в ужин. Время вот сколько. Хватает, нет? Все нормально? Да, хватает. За счет грибов, что ли? За счет чего же? Ну, понятно. Рыбку так и не попробовал, что ли, еще? А? Не дошла очередь. Самое главное, грибы. Грибы, которые собственноручно солил или мариновал, мариновал. Вот это самое основное. Ну? Самое основное то, что любишь, а не то, что устоят. А я грибы сколько раз говорю, что люблю. Не буду я говорить, что мама говорила про грибы, где не жилец. Так что... Сказано что? Нет. Гриб и огурец в одном месте не жилец. У меня, во-первых, гриба нет, это раз. Во-вторых, это... Огурец-то есть? Это свежий огурец, а то вместе. Ну, какая разница? Ага. Ага. Нет. Рыбка такая красивая, он такая пожаренная, видите. Нет, он грибы любит. Посмотри, лисички какие красивые. Да что ты говоришь? Да. И они вкусные. А рыба не очень. Рыба нормальная, рыба как рыба. Зажрался ты, Владимир Андреевич. Пока гулял, все тут приготовлено, как в ресторане. Если бы зажрался, я требовал бы у тебя рыбу и мясо каждый день. А мне достаточно и грибов. Ты, значит, требовал. А то и требовал. А не грибы. Согласно получаемой пенсии, требовать ты ничего не можешь. Тем более, сегодня 20 число, до пенсии еще жить и жить. А нам машину стиральную покупать. 570 евро стоит. Так что требовать ты ничего не можешь. Не плачься. А что не плачься-то? Можно подумать, мне зрители должны скидывать деньги на карточку. Что не плачься? Сейчас модно, кстати, это. Нет. Напиши свой номер. Донаты. Хочешь, твой напишу. Кстати говоря, во-первых, я не зарабатываю, а тружусь, а кипчела, каждый день видео выпускаю. Это большой труд. А знаешь, как говорят? Что? Как трудишься, так и зарабатываешь. Интересно. Значит, ты так и трудишься, что ни хрена не зарабатываешь. Вот совесть. Совести опять нет ни грамма. Ну, замужи только что это сказала, я не зарабатываю. Я сегодня посмотрела, подписчики и эти самые зрители, подписчиков и зрителей ровно одинаково, почти 50 на 50. Кто подписан и смотрит, и кто просто гости и смотрит. Я же не могу насиловать их и заставлять подписываться. Подписывайтесь. Ты плохо агитируешь. Агитатор ты у меня никакой. Я за это не получаю. Я тебя обслуживаю по полной программе. Вон, смотри, как красиво. Этот договор ты еще в ЗАГСе подписала нафиг. Так что ты мне зубы тут не закрываешь. Да, я вспомню у батюшки. У батюшки было уже другое. А что было другое? В радости и в горе. Так что? Ну, это было первоначально. ЗАГС был потом уже. Сначала я к батюшке. Ой, божечки мои. Ну, вот, серьезно, посмотри. Без подписки смотрят. Сколько? 52, что ли, процента? Или сколько там? 53, 47 с подпиской. Ну, вот, плохо уговариваешь людей. Убеждай. Говори. Помогают пусть. Ты вот только что мне говорила про еду. Самой стынет. Значит, что? Ждешь реакция, какая будет у меня от твоей картошки, да? Выжил, не выжил? А какая реакция может от картошки быть? Ну, если ты выжил, выжил. Я так думаю, реакция может на грибы у тебя быть. Ну, никак не от картошки, которую ты очень часто вкушаешь. Ладно, приятного аппетита, если не хочешь людей поблагодарить и сказать подписывайтесь. Вот не хочешь. Людям я всегда благодарен. Да? Да. Что они, половина людей смотрит без подписки. Да канал не вырастет, зарабатывать не будешь. Глядишь бы на машинку, ты заработал на эту, которая сломалась. Чтоб и следующая сломалась. А так эти, это, куплю. Сколько она? Евриков 10? И вперед. Вот. Где такого еще наглого мужа найти? Я подписала договор его обслуживать. А я подписал заниматься снабжением. Я тебя и снабжу. Выпили мы эту досочку. Ясно. Придется к дочкам на поклон. Плакаться, что муж доской грозит. Хорошо. В свою собственную коробочку-то нырять. Никто не выдает по одной. Ой, никто не контролирует. Видишь, как хорошо. Если себя плохо будешь вести, лишу и той коробочки. У меня та закрыта еще. Я ее открою, не волнуйся. А это, ну-ка, глянем, сколько там не хватает-то уже. Там вон еще сколько. Да, ну уже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Две штуки ты съела. Или одну. Ой, кошмар какой. Ну-ка доложи, сколько съела. Сказал и сам испугался, что сказал неправду. Ну, я же не помню, сколько ты съела. Ну, так уверенно сказал. Ну, я всегда уверенно говорю. А вдруг пройдет. Пейте кофе, Владимир Андреевич. Он у вас тут кексик лежит еще. Кексик не хочу. Не хочу-ха ты какая. Ты меня рыбой накормила. Да-да? Ну, хорошо тогда. Летичка. Накрыл его пижамкой. Спит зайчик. Маленький зайчонок. Как маленький ребенок. Сладко-сладко спит. Сколько там времени? Девять? Без семи. Без семи девять. Спит. Ты видишь, не ведешь ребенка спать? Пока мы фильмы смотрели, он на своей кроватке уснул. Уснул. Да. Ребенок. Много ли ему надо? Укрыла его. Видишь, как ему тепло, хорошо. А фильм был очень интересным. Да. С удовольствием посмотрели. Вот такой вот фильм. Очень интересный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Чуть-чуть весны вам, из нашего города, из нашего сквера. Счастья вам, любви и здоровья, чистого неба над головой. Всем пока.